Нельзя не согласиться, дорогие братья и сестры, что когда наши пути скромные и простые, мы увидим чудеса. Но когда они не скромные и не простые, тогда мы увидим много проблем. И об этой проблеме, об одной из проблем мы прочтем в Евангелии от Луки, 10 главе. Сегодня мы читаем с вами стиха с 38 по 42. С 38 по 42. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа ж заботилась о большом угощении и подошедше сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне?» Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Вы знаете, что наша жизнь наполнена конфликтами, маленькими или большими. Некоторые из них мы наблюдаем со стороны, а в некоторые из них мы оказываемся вовлеченными иногда по своей воле, иногда против своей воли. Конфликт – это столкновение различных интересов. И понятно, что каждый человек преследует свой собственный интерес. Он хочет, чтобы его воля взяла верх над волей другого человека. И конфликты возникают даже между очень духовными и преданными Господу людьми. Разве кто из нас может усомниться, что Марфа и Мария были как раз вот такими духовными, прекрасными сестрами. Их любил Иисус. Они любили Иисуса от всей души. И удивительно, что даже между такими сестрами возникает конфликт. И Лука не рассказывает нам, что за салат или мясные деликатесы готовили сестры, чтобы принять эту огромную толпу из 13 мужчин. Он обращает внимание на главное, какие уроки можем мы извлечь из неожиданно возникшего конфликта. Я нашел пять уроков. Я думаю, что лучше учиться нам на чужих ошибках, на чужих конфликтах, чем на своих. И извлекая эти уроки, мы будем думать о том, как бы нам не повторять этих ошибок, чтобы не попасть в конфликт с кем-либо. Итак, первый урок. Не измеряйте всех одним аршином. Вы видите, что Марфа и Мария имели только одинаковую фамилию. Это, наверное, все. У них были разные имена, у них были разные темпераменты. И вот ошибка Марфы заключалась в том, что она по себе мерила Марию. Марфа, как вы видите, была очень деловой женщиной. Евгений Лука сообщает, что именно она принимает тринадцать мужчин в своем доме. То есть она инициатор. Это не значит, что Мария была безгласной, нет. Но Марфа на первом плане, Мария за ней. Марфа любила служить Господу руками. Это был ее дар, ее приоритет. И она думала, что все должны быть такие, как она. В том числе и ее родная сестра. Но ее сестра была совершенно другой, хотя имела ту же самую фамилию. Вы видите, Мария отличалась даром духовной проницательности. Что это значит? Это значит, что по велению своего сердца она принимала неожиданные решения. Но эти решения, в конце концов, оказывались изумительно верными. Помните, незадолго до страдания Иисуса Христа, Мария разбивает лавастровый сосуд и возливает на головы, на ноги Иисуса Христа драгоценнейшее миро стоимостью в триста динарии. Когда Иуда Искариот увидел, какую сумму денег эта женщина вылила на головы, на ноги Иисуса, он в ужас пришел. Он собирался Христа за тридцать серебряников продать, а Мария триста динариев – это годовой заработок рабочего. За буквально несколько секунд как бы отправляет в ничто. И, конечно, ученики стали осуждать вслед за Иудой поступок Марии, а Христос сказал, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам. Где не будет проповедной Евангелия сие в целом мире, сказано будет в памяти ее о том, что она сделала. Посмотрите, у Марии совершенно иной стиль жизни. Она принимает решения по иным мотивам, по зову своего сердца. Разумно это никак не объяснишь. Но вот получает она это внушение. И я верю, оно было даровано Богом, потому что сам Христос сказал, что во всем мире будет сказано о том, что она сделана. Итак, люди разные. Есть люди, которые руководствуются в принятии решений только разумом. У них аналитический склад ума. А есть люди, которые тоже поступают правильно, но они поступают правильно, потому что они прислушиваются голосу своего сердца. Конечно, они ведут благочестивую жизнь. И вы знаете, мы не должны противопоставлять эти два стиля поведения между собой. И не должны говорить, вот это хорошо, это плохо. Все хорошо, если правильно. Все хорошо, если согласуются со Словом Божьим. Посмотрите, в Писании очень много примеров того, как Господь действует на сердце человека, давая ему определенные побуждения. Израильтяне охотно жертвуют драгоценности на строительство храма. Давид видит это, и впечатленный с жертвенностью людей он молится. Господи Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе. Видите, Давид просит у Бога. Господь, продолжай влиять на сердца людей. Дело в том, что если только вера не затрагивает наше сердце, если она действует только на уровне разума, она не может подвигнуть человека на благородные поступки. Но если вера захватывает и сердце, и эмоции, тогда жизнь действительно полноценная, духовная, прекрасная. Помните пример Нового Завета? Симеон приходит в Божий храм. И Писание говорит, что он пришел туда не по рассудочным мотивам. Ну, сегодня вот такой день, надо мне прийти. Нет, он пришел по вдохновению в храм. И его решение, решение прислушаться к этому Божьему вдохновению, было стопроцентно правильным. Он встречает младенца Иисуса, родители, он благословляет Иисуса, предсказывает его страдальческую судьбу. Он говорит Марии, что меч пройдет ее душу. Симеон прислушался к своему сердцу. Это было правильно. Писание говорит, апостол Павел был принуждаем духом свидетельствовать об Иисусе, что Он есть Христос, деяние 18.5. Он заявлял, что по влечению духа Он идет в Иерусалим на великие страдания, деяние 20.22. Таким образом, жизненный путь апостола Павла был путем послушания вот этому вдохновению, которое Господь посылал сердцу. А Павел замечает, что Бог вложил в сердце Тита великое усердие заботиться о Коринфской церкви, 2 Коринфянам 8.16. Мы должны принять эту истину, что кем-то Бог руководит, давая Ему ясное, безошибочное понимание истинной ситуации. Человек, который может взвесить все, рассудить все, это драгоценнейший дар. Но кто-то может перепрыгнуть вот эту логическую цепь и как бы по вдохновению принять правильное решение. Это тоже будет правильно и хорошо. В 60-е годы прошлого века в селе Сузаново, знаете, в Оренбургской области есть такое село, жили немцы, у них было много детей. И вот безбожники решили их детей сделать атеистами. Они сказали, ну с этими стариками мы уже ничего не сможем сделать. В них эта религия сидит крепко и умрет она вместе с ними. А вот что касается детей, мы их перевоспитаем. И вот они забирали детей от родителей на целую неделю в интернат в селе Покровка. И отпускали детей после обеда в субботу с тем, чтобы после обеда в воскресенье их снова вернули в интернат. Конечно, родители не могли сопротивляться произволу властей. Плетью обуха не перешибешь. И вот в один из воскресных зимних вечеров где-то более 50 детей сели в сани. Сани были накрыты таким тентом. И трактор потащил эти сани в село Покровка. Я не имею представления, сколько километров тут есть. Кое-кто, кто жил в Сузаново, могут подсказать. И вот водитель трактора ехал по дороге. Дорога плохо просматривалась, потому что был буран приличный. Все заметало снегом. И вот он ведет этот состав с 50-ми детьми. И вдруг он ощутил в сердце необъяснимую тревогу. Такое побуждение остановиться и проверить путь. Он остановил трактор, вылез из него. А он должен провести детей по мосту через реку. И вот он, когда подошел, он увидел, что его трактор с санями стоит в нескольких метрах от обрыва. А обрыв где-то метров 5-6. Он сбился с дороги. Мост был левее. И вы знаете, этот брат возблагодарил Бога. Прославил его, что Бог вот таким чудным образом остановил вот эту ужасную трагедию, которая могла бы свершиться. Вы помните, также в 73-м году, отходя в вечность, Юрий Сергеевич Грачев завещал 600 рублей на проведение евангелизационного собрания, первого открытого евангелизационного собрания. 73-й год. Господство атеизма, неверие. Люди думали, что осталось каких-то 7 лет до построения светлого будущего коммунизма. А он завещает деньги на проведение евангелизации. Ну, кто бы считал его нормальным? Но он это сделал побуждению своего сердца. За этим побуждением стоял Бог. И в 89-м году, по-моему, состоялась первая общественная евангелизация в Дворце культуры 4 ГПЗ. Таким образом, братья и сестры, в деле Божьем что-то решается с помощью хорошего планирования, но что-то решается с помощью расположения сердца. И Бог использует и тех, и других людей. Поэтому мы не должны мерить всех на свой аршин. Вот все должны поступать, как я. Там, где люди имеют такие убеждения, там неизбежно возникают конфликты, как это возникло с Марфой и Марией. Я думаю, если бы в семьях супруги придерживались этого принципа, если бы они принимали друг друга такими, какие они есть, но не пытались переделать друг друга под себя, сколько бы сохранилось семей? Если бы друзья учитывали этот принцип и не пытались бы переделать друг друга, сколько сохранилось бы дружб? Сколько бы сохранилось в церкве это разделение? Если бы люди понимали, что братья и сестры отличаются от меня, они думают по-своему, они поступают по-своему, и пусть их Бог благословит, лишь бы их поступки, их мысли не противоречили нормам Священного Писания. Второй урок. Делай нужное, а не возможное. Марфа, читая мы, заботилась о большом угощении. Она хотела сделать все возможное, но Господь от нее ожидал нужного. Вы знаете, очень хорошо в любом деле, при любой работе задать себе важный вопрос. Господи, а это нужно Тебе? Господи, а это прославит Тебя? Господи, а благословишь Ты это мое мероприятие? И поверьте, если бы мы этот вопрос задавали, сколько бы вещей мы не приобрели бы? Сколько дел мы бы просто не стали делать? Сколько бы разговоров мы бы не стали вести? И скольких конфликтов мы избежали бы? Послушайте, Писание говорит, итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете? Все делайте во славу Божью. Оказывается, если Господь одобряет ваше дело, оно будет благословенным. Если не благословляет, будет плохо. Помните, я вам рассказывал про Сергея Петровича Фадюхина, бывшего пресвитера Ленинградской церкви, как митрополит Никодим пригласил его на встречу, и вот после этой встречи стол роскошный, и на этом столе коньяк, водочка, другие горячительные напитки, и митрополит Никодим говорит, брат Сергей Петрович, призовите Божье благословение. Вы знаете, Фадюхин оказался в такой очень щекотливой ситуации, он в чужом монастыре, он не мог сказать, уберите вот эту вот мерзость, тогда я буду молиться. Как поступить? И вот что сказал этот брат в своей молитве Господу. Господи, благослови то, что подлежит Твоему благословению. И отодвинул от себя спиртные напитки. Никодим посмотрел на него и сделал то же самое, сказав, наверное, это не подлежит благословению. Дорогие друзья, если бы Марфа попросила Христа благословить ее, послужить Ему и апостолам, если бы она попросила Христа, Господи, а что вам приготовить? Что вам понравится? Я думаю, никакого конфликта не возникло бы. Но Марфа увлеклась своим служением. Ей так нужно было позаботиться о большом угощении. И она одной вещи не учла, что для Господа большое угощение вовсе не нужно. Господь был очень неприхотлив к пище. Вы знаете, Он выдержал сорокадневный пост. И Он не употребил своих чудодейственных сил, чтобы вот камни, которых было там много, обратить в хлеб. И даже помните еще одну историю. Он утрудился от пути. И понятно, человек, который долго-долго шел и устал, он и хочет кушать. И вот Он присел у колодца. Ну, потом там была встреча с женщиной и так далее. А ученики пошли в город купить пищи. И вот они вернулись к проголодавшемуся Христу, говорят Ему, рови ешь. И услышали, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его. Оказывается, для Христа не пища была главным содержанием жизни, утешением жизни. Творить волю Бога было Его пищей. Христос всегда ценил духовное неизмеримо выше материального. Марфа этого не понимала. Еще у нее было одно заблуждение. Она считала, что кухня – это ее царство. Вот на кухне делать Богу и Христу нечего. Она была богиней огня, кастрюль, сковородок. Она лучше всех знает, что надлежит делать, чем накормить Христа и апостолов. Она здесь во всем разбирается. Вот в этом заключалась ее ошибка. Христос сказал, ты суетишься о многом. Какие суровые слова. Ведь слово «суета» означает нечто такое вот ненужное, бессодержательное, пустое, непродуктивное. И Христос мне сказал, Марфа, ты суетишься о пустом. Ты напрасно потеешь, напрасно тратишь свои нервы, эмоции. Ты делаешь ненужные вещи. И, конечно, Марфе было стыдно это услышать, что она увлеклась суетой. Ей было стыдно, что она подвела чудесного Господа и Спасителя Иисуса Христа, что она делала не то, что нужно, а делала лишние вещи. Дорогие братья и сестры, мы должны опасаться, чтобы суета не захватила нас. Премудрый Агур просил Господа, суету и ложь удали от меня. Он боялся быть связанными этими сетями, но питай меня хлебом насущным. Христос также предупреждал, смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами, житейскими, чтобы тот день не постиг вас внезапно. Вспоминая одну семью, многодетная семья, конечно, в каждой семье есть материальная нужда. И вот глава семьи устраивается на рынок, нужны деньги. А где быстрые деньги? Конечно, на рынке. А какой день самый-самый такой продуктивный? Конечно, воскресный день. Он мне сказал, Виктор Семенович, ну вечером я обязательно буду ходить на собрание. Но мне нужно вот это сделать, вот то сделать. Много нужды. Хорошо, он стал посещать каждое вечернее собрание, потом через раз, потом только на вечерю Господню, потом раз в полгода, а потом и совсем пропал. Суета настолько увлекла его, суета разорила его, и семья пропала. Отношения пропали. Он влез в большие долги. Дорогие братья и сестры, урок, который Марфа получила на всю жизнь, и который мы также должны взять в себе, заключается в следующем. Не думайте, что есть область, в которой вы специалисты, вы не нуждаетесь в благословении Божьем. Делайте только то дело, что благословит Господь. Некто молился, о Господь, всех горшков, кастрюли прочего. Коль мне не суждено быть святым, творя удивительное, или рассуждать далеко заполнить от Тебе, или мечтать в сумерках, или искать доступ в врата небесные, то сделай меня святым в приготовлении пищи и мытье посуды. Сделай меня святым. Помоги мне делать то, что нужно. Третий урок. Не ропщите на ближнего, иначе вы возропщите на Бога. Мы прошли с вами, Марфа сказала Христу, Господи, или Тебе нуждыня, что сестра моя меня одну оставила служить, скажи ей, чтобы помогла ей. Понятно, что поступок Марии и Марфе не понравился. Почему? Я могу предположить, по крайней мере, три причины. Во-первых, Марфе показалось, что Мария себя ведет нескромно. В самом деле, Мария пришла в мужскую компанию, села у всех на виду, у ног Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, я в центре внимания. Все смотрят на Христа, и все должны видеть Марию. Представьте себе, что какая-нибудь сестра сейчас взяла бы и села у кафедры здесь. Как бы вы на нее посмотрели? Конечно, сказали бы, такое поведение кротким не назовешь. Во-вторых, по мнению Марфы, Мария себя показала любопытной. Она слушает то, что положено слушать только апостолам. Она же не апостол. Почему она не может дождаться конференции для сестер? В-третьих, и Марфе показалось, что Мария вела себя безответственно. Меня одну оставила. Она пренебрегла заповедью возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но как можно с этим смириться? Как здесь не прийти в раздражение и ропот на сестру? Дорогие друзья, вы знаете, у ропота всегда найдутся объективные причины. Ну, другого выхода нет, как только роптать. Но послушайте, дорогие друзья, если вы сочтете, что ропот – это правильная вещь, вы не только испортите отношения с людьми, вы испортите отношения с Богом. Вы помните, об одном человеке было сказано, что он заболел ногами, и болезнь поднялась до верхних частей тела, до самого сердца. Вот я хочу сказать, что и ропот на человека, он поднимется до ропота на Бога. Вы скажете, разве Марфа роптала на Христа? Роптала. Что говорит нам текст? «Господи, или тебе нужды нет?» Барт писал, что грех есть обожествление человека и очеловечивание Бога. Именно вот с этой стороны этот грех показал себя в поступке Марии. Посмотрите, Марфа обходится с Христом на правах старшей сестры. То есть, она очеловечила Бога. Она без всякого страха обвиняет Христа в равнодушии к ее переживаниям. «Тебе нужды нет?» Заглянула в сердце Иисуса Христа. Во всем разобралась. Это ропот. Это недовольство Христом. Посмотрите, Марфа, помимо того, еще дает указание Христу, как он должен исправить эту ситуацию. «Скажи ей, чтобы помогла мне». Человек распоряжается Богом. Это может быть только в том случае, если он очеловечит Бога. И также, если он обожествит себя. Ведь только Бог имеет право повелевать всем. И, конечно, такое отношение никак не назовешь благоговейным. Дорогие друзья, если вы недовольны людьми, скоро вы станете недовольными и Богом. Вы скажете, Господи, зачем ты дал этому человеку на свет народиться? Да сколько же ты его терпеть будешь? Да когда ты его уберешь с моей дороги? Да почему ты так медлишь, Господь? И мы начнем роптать на Бога. Вы послушайте, Бог никогда не виновен в наших проблемах. Более того, его действие совершенно от начала. Бог обладает колоссальным терпением к людям. И вы знаете, об этом говорит Священное Писание. И помните, если вы закрываете своим недовольством дверь для общения с человеком, то вы закрываете одновременно ее и для Бога. А это очень ужасно. Четвертый урок. Цените добрые взаимоотношения важнее вашего успеха. Несомненно, я думаю, Марфа была нацелена на успех. Она желала угодить Христу, не ударить в грязь лицом. Она желала сохранить в своей памяти приятные воспоминания об вот этом вечере, который Христос с своими учениками провели в их доме. Ведь Христос не был частым гостем в их доме. Может быть, несколько раз вот за всю свою историю. Он был всегда в евангельских походах. Ему некогда было отдыхать. И вот Мария хотела отличиться, хотела запечатлеть в своем сердце этот вечер. Но вот когда эта цель оказалась труднодостижимой из-за бездействия ее сестры Марии, Марфа в порыве, раздражении, ропота рвет своей сестрой добрые взаимоотношения. И мы найдем в тексте достаточно свидетельств этому утверждению. Где мы видим, что Марфа рвет добрые взаимоотношения с своей сестрой Марии? Посмотрите. Марфа публично выставляет свою сестру в неприглядном свете, как безответственного человека. «Она одну меня оставила служить». Марфа не поступает по закону Христа. Если видишь, что кто-то против тебя согрешает, пойди и наедине, на ушко. Пошепчи ему. «Ты знаешь, мне не понравилось то, что ты сделал. Это неправильно в очах Божьих. Тебе надо покаяться». И посмотрите, Марфа не отзывает сестру в сторонку и не говорит ей, «Маша, я ценю твое желание слушать Иисуса Христа, но я выбиваю все сил. Пожалуйста, помоги мне». А тебе потом Иоанн перескажет все, чему Иисус учил. Нет, она сразу, публично выставляет свою сестру на это общественное обозрение. Пусть на нее Христос посмотрит и его ученики посмотрят, пусть ей будет стыдно. И еще есть свидетельство того, что Марфа действительно рвет добрые отношения с своей сестрой. Когда она обращается с претензией на свою сестру к Иисусу Христу, она не называет ее даже по имени. Она не говорит, скажи Марии, скажи Машеньке, скажи ей, она меня оставила. Это напоминает такую семейную ссору, когда рассерженный муж не обращается к жене напрямую, хотя она рядом находится, но говорит ребенку, скажи маме, чтобы она выключила свет в коридоре. Вот точно так же, вот то, что Мария, Марфа не называет свою сестру по имени, показывает, что она в глубокой ссоре, она рвет отношения. И еще, Марфа настраивает Господа против Марии, прося прогнать ее на работу. Ведь если бы Христос это сделал, тогда вина Марии была бы горы тяжелее. И тогда бы Мария никогда не посмела бы оправдаться. Марфа бы ей сказала, молчи, Маша, тебя сам Христос осудил. Марфа хотела иметь моральное преимущество над своей сестрой. А это попахивает интриганством. Как легко разрушить отношения. Но это недопустимо. Мы должны ценить взаимоотношения больше всего на свете. И приложить все усилия, чтобы отношения не разрушились. Помните, что худой мир лучше мощной войны. И в этом тексте мы можем увидеть, что взаимоотношения важнее справедливости. Марфе казалось, что Марии несправедливость не обходится. Ее одну оставила. И давай сражаться за справедливость, разрушая отношения. Скажите, зачем вам нужна справедливость, если ваши отношения будут разрушены? Есть очень много людей, которые говорят, я за правду буду сражаться. И сражаются, разводятся, дружбы распадаются, церкви распадаются. И везде звучит благородный мотив. А я за правду. А у тебя другой должен быть мотив. Я за отношения. Вы помните, согрешает чета, наши прародители, Адам с Евой. И кажется, Бог должен мгновенно их незринуть в ад. А что Бог? А Бог ищет согрешившего Адама, вопрошая, где ты? А он потом вступает с ним в разговор. То есть Бог-то не рвет этих отношений. Бог обличает его. И Бог его предупреждает, что его теперь ожидает после греха. Бог говорит о болезнях, о смерти, также о труде тяжелом. И он обещает дать искупителя. И он еще шьет им кожаные одежды. Вы посмотрите, если бы Бог держался за справедливость, они бы уже были в аду. Но Бог ценит взаимоотношения больше, чем справедливость. И он стремится человека восстановить. И он сейчас продолжает служить грешному человеку, как говорит Деяние 14.17, «Посылая времена плодоносные, исполняя радостью и весельем сердца нечестивых людей». Бог поддерживает отношения с грешными. Конечно, они не такие, как со святыми, это понятно. Но они есть. И мы должны в наших отношениях заботиться в первую очередь о взаимоотношениях, а потом о справедливости. Мы должны помнить, что взаимоотношения важнее, чем служение Господу. Конечно, Мария хотела послужить Господу этим угощением. Но какой толк от служения, при котором взрушаются отношения? Христос сказал, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, тогда принеси дар твой». Вы слышите? Взаимоотношения важнее служения. И взаимоотношения важнее, чем личное благо. Конечно, Марфе было плохо. Она одна, должна вот на 13 мужчин приготовить, да еще большое угощение. О, сестры, наверное, прекрасно понимают Марфу. Насколько это тяжело, когда нет помощи. Но лучше сохранить отношения, лучше пожертвовать каким-то благом. Писание говорит, «Мы сильные должны снащить немощи, бессильных не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано злословие, злосовящих тебя пали на меня». Послушайте, Христос не себе угождал, это говорится в контексте его голговских страданий. «Если бы он угождал себе, он бы мог легко избежать этих страданий. Если бы он держался за личные блага, он бы ушел от этих страданий. Но он хотел, чтобы хорошо было нам. Взаимоотношения важнее, чем личные блага». Это нужно помнить. И пусть нас не искушает мысль, я должен найти, или лучше так сказать, что я должен находить радость во взаимоотношениях, поэтому пойду-ка я, найду совершенных людей, найду-ка я совершенную церковь, найду-ка я совершенного мужа или совершенную жену, пусть они меня услождают, чтобы мне не было никакого житейского обременения. Послушайте, Христос не посоветовал Марфе поискать себе другую сестру. Он показал, что живи с этой сестрой, строй с ней взаимоотношения и цени их больше всего на свете. Если бы люди понимали этот важный урок, сколько бы семей сохранилось, сколько бы дружб сохранилось, сколько бы церквей сохранилось, какое бы благо было всем, но, к великому сожалению, люди ценность взаимоотношений ставят на десятое место, а на первое место свое благо, успех, справедливость, все что угодно. Урок пятый. Сделайте вашу совесть пленницей Слова Божьего. Христос сказал, Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Дорогие друзья, вы знаете, нельзя сказать, что Мария никогда не слушала Иисуса Христа. Нет, она слушала Его проповеди. Но вот чем отличалось ее сердце, может быть, от наших сердец. Марии никогда не было достаточно проповеди Христа, одной проповеди. Она хотела слушать больше и больше. И вот когда она проходила мимо Иисуса, и вдруг какое-то слово услышала от Него, и это слово ей показалось настолько важным, что она была буквально захвачена Словом Иисуса. Все остальное ушло для нее куда-то на задний план. И как один из толкователей писал, что Мария приобретет через это слушание, а то, что Мария приобретет через это слушание, останется в ней вечным ее достоянием, которое не отнимется нее ни при каких обстоятельствах. Это вот та истина, которой она будет жить всю жизнь. Братья и сестры, есть ли в нашем дневном графике окно для Слова Господня? Или, может быть, заботы о насущном хлебе куда-то уносят нас? И мы не берем в руки Библию? Вы знаете, мне кажется, Господь подарил нам, жителям 21 века, уникальнейшую возможность пропитать себя Словом Божьим. Я уже как-то говорил, что в нашей церкви Куйбышевской первым приобрел магнитофон Алексей Самуилович. А Кользин был такой, в немец, он помнит его. Это такой дедушка с окладистой бородой. Так вот, этот магнитофон мы с братом несли вдвоем. Он был очень тяжелым. Что-то в нем килограмм 16 было. Огромный такой ящик. Бобины огромные. И вот теперь люди тоже носят магнитофон. Они их, правда, уже называют плееры, которые можно в кармашек уместить. И объем информации вот в этом крошечном коробочке потрясающий. Вы можете всю Библию туда закачать. Все гимны туда закачать. Все проповедь туда закачать. И слушать это, идя дорогой или едущей в транспорте. Вы можете слушать это. Вы можете пропитать себя Словом Божьим. Господь подарил нам эти уникальные возможности. А вопрос вот в чем. Пользуемся ли мы этим? Понимаем ли мы, что Слово Божие важнее? Вы знаете, я как-то вот ехал на машине и я и песни люблю слушать. Ну, христианские, конечно, братья и сестры. Вы не поймите, что там еще кого-то. Христианские песни. Но я решил на этот раз включить Ярва Николаевича Пестия и его чтение «Деяния апостолов». И вот пока я ехал, дорога была долгой из лагеря детского евангелизационного до Самары. И я прослушал довольно много глав. Что-то, кажется, мы до 16 главы дошли. И вы знаете, я просто слушал Слово Божие. Я пропитался им. Я был потрясен «Деяниями апостолов». Я был потрясен святостью Бога, мощью Святого Духа. Никто мне не объяснял. Просто я слушал Слово Божие. Я прошу вас, изберите эту благую часть. Сделайте вашу душу пленницей своего слова. Дорогие друзья, знаете, появилось интервью с Джоном Маккартором. Это на блоге главного редактора Международной христианской газеты. И мне очень понравилось, как этот редактор Андрей Андрея Спац задает вопрос. «Подвергаетесь ли доктор Маккартура скушением страны сатаны?» И вот что отвечает этот знаменитый пастор, у которого 10 тысяч членов. Уж если Иисус был искушаем, то тем более я не свободен от атак Искусителя. Возможно, я испытываю искушение даже чаще, чем другие. Но, с другой стороны, у меня есть огромное преимущество. Давид сказал, что он сокрыл Слово Божие в сердце своем, чтобы не грешить. Слово – это то, что защищает нас от искушения. Я знаю, что дьявол предпринимает попытки отвлечь меня от слова. «Но он не тот, кто беспокоит меня больше всего. Моя греховная плоть причиняет мне больше беспокойств, но я благодарен Богу за то, что он через Слово свое и действие Святого Духа дает мне силу побеждать. Вот почему нам важно сделать свою душу пленниками Божьего Слова». Вот такие уроки из этого конфликта. И как вы думаете, братья и сестры, Марфа извлекла эти уроки? Можем ли мы с уверенностью сказать, что этот конфликт послужил ей на пользу? Да. Открывайте 12 главу Евангелия Теана. Я эту историю напоминал. Ее сестра опять совершает такой поступок, о котором я сказал, трата на 300 динариев. Но вот что-то голос Марфы не слышен. Ни словечко осуждения своей сестры 300 динариев разбило. Ну, надо же. Ни слова. Писание говорит, Марфа служит. Она извлекла правильные уроки. Если мы извлечем правильные уроки, не забудем их, у нас будет меньше конфликтов. Я хотел бы обратиться еще к тем, кто не в мире с Богом. Послушайте, как важно вам иметь тесное отношение с Христом. Как важно вам впустить его в вашу жизнь. Этот конфликт длился всего менее одной минуты. Почему так он скоротечен был? Ответ очень простой. Христос его погасил. если бы не Христос, этот конфликт мог бы длиться днями, месяцами, годами. Я считал об одном человеке, который с женой поругался, уже 20 лет не разговаривает. Я не знаю, что было бы с Марфой и Марией, сколько времени длился бы он этот конфликт, и сколько здоровья и сил он унес, приходили бы апостолы их мирить, но Христос вмешался в эту ситуацию и погасил конфликт. Дорогой друг, тебе нужен Христос, который мог бы, во-первых, погасить твой конфликт с Богом, который мог бы погасить твой конфликт с близкими. Впусти его в твою жизнь, поканься пред Богом, попроси его, чтобы он изменил твое сердце, чтобы ты мог принять эти библейские наставления, и чтобы ты не был человеком, который провоцируешь конфликты, но был человеком, который эти конфликты угошаешь. Да поможет Господь в этом. Аминь. Помолимся. Благодарим тебя, наш Господь, за то, что сегодня ты говорил к нашим сердцам. Ты знаешь, что действительно каждый из нас нередко оказывается вовлеченным в конфликты. Как часто мы неверно реагировали, как часто мы осуждали людей, как часто мы роптали на них, не ценили взаимоотношения, не взирали на Слово Твое, которое бы учило нас, как правильно поступать. Господи, как часто мы просто не сдерживались, не потому, что мы хотели нашей нездержанности, но все это происходило спонтанно. Господь, мы просим Тебя, вот Ты соделал Марию такой, что ее сердце было подвластно Твоим указаниям, Твоим наставлением. Господь, мы просим Тебя, помоги нам быть такими людьми, сердцами которых руководил Ты, темпераментом которых управлял бы Ты. Мы очень нуждаемся в этом. Помоги, чтобы это слово, которое мы сегодня слышали, оно не оказалось забытым нами, чтобы мы не повторяли наших ошибок. Искренне просим Тебя за тех, кто еще не покаялся, но на сердце которого Ты сегодня нежно влияешь Твоим Духом. Зовешь к себе, зовешь к прощению грехов, зовешь к хождению во свете. Господь, помоги этим людям принять решение сегодня обратиться к Тебе. Ради Христа просим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok